В преддверии Дня Российской Почты в Самаре почетными грамотами наградили лучших почтовых работников. Обладателем звания заслуженный работник отрасли связи и информатизации Самарской области стала начальник отделения почтовой связи Кенельского почтамта Татьяна Семкина. Почетными знаками губернатора Самарской области за служение людям наградили начальника отделения почтовой связи Ольгу Назайкинскую из села Елховка, а за заслуги в наставничестве заместители начальника почтамта Самары Татьяну Зарю. Также знаком трудовой славы отметили почтальона из Челновершин Валентина Никифорову. Глава Самарской области Вячеслав Федорищев объявил, что для предпринимателей региона начнет работать Единый институт развития. Данный институт станет местом, где бизнесмены смогут получать все меры поддержки, которые предусмотрены в областном инвестиционном законодательстве. Глава региона уточнил, что новую организацию откроют уже в сентябре. На совещании институтов развития Самарской области Вячеслав Федорищев представил нового генерального директора Корпорации развития Самарской области Ивана Манаева. До этого он работал и руководителем инвестиционного направления Корпорации развития Тульской области. В Сызранском районе в результате ДТП погиб человек. Об этом сообщили в региональном главном управлении МВД. Примерно в 8 утра на автодороге Сызрань-Шигон и Волжский утес столкнулись два транспортных средства – КАМАЗ и ВАЗ-2115. Водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства. Спортсмен из Тольятти Егор Белоусов стал победителем чемпионата России по гонкам с препятствиями в дисциплине 10-11 тысяч метров. Он преодолел дистанцию за 41 минуту 25 секунд, уточнили в Минспорте Самарской области. В соревнованиях приняли участие 40 атлетов из регионов России. Россиянам рассказали, на какие пособия необходимо собирать документы самостоятельно. Автоматически не начисляются следующие меры соцподдержки. Единые пособия на ребенка от рождения до 17 лет. Субсидии на оплату жилья, государственная социальная помощь. По факту наступления события без подачи заявления предоставляют сертификат на материнский капитал, единовременные пособия при рождении ребенка, выплаты по больничным листам, ежемесячные денежные выплаты ветеранам и гражданам с инвалидностью, страховая пенсия по старости и другие выплаты тоже назначаются в таком формате. Для получения этих пособий нужно просто дать согласие на госуслугах. В России вменьшилось количество людей с психическими расстройствами, сообщают психиатры. Количество пациентов, которым впервые поставили такой диагноз, на 100 тысяч населения в 2005 году составил 389 человек. К 2013 году показатель снизился уже до 320, а в 2023 году – до 314. В 2023 году общее число людей с душевными заболеваниями составило почти 4 миллиона человек, что на 3% меньше, чем 10 лет назад. Врач рассказал, что употребление картофеля фри повышает риск развития рака. Употребление этой пищи можно сравнить с курением сигарет. В одной порции фастфуда содержится столько же альдегидов, как и в сигарете. Опасные токсины, которые образуются при жарке в масле и попадают в желудочно-кишечный тракт, значительно повышают риск развития рака. Вредна любая жареная пища, ее потребление нужно ограничивать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...